И сегодня мы приехали к нашим друзьям ВАМА-сервис, чтобы решить вопрос с Энфи. Ну да, тут печально всё. Мы сейчас пойдём в цех пошива, чтобы выбирать дизайн для будущего салона. И теперь я точно не понимаю, что мне нравится, а что не нравится. Мы решили, что это колхоз. Сейчас так делать нельзя. И сейчас я наконец-то посмотрю на готовую работу. Аааа, б**ть! Ещё, ещё, ещё! Снова! Всем привет! И сегодня мы приехали к нашим друзьям ВАМА-сервис, чтобы решить вопрос с Энфи. Потому что салон у него в очень плачевном состоянии. И с этим нужно что-то делать. Пойдёмте познакомлю вас с ребятами. Это Рефар. Управляющий АМА-сервис. А это Александр, начальник кожного цеха. Так что вот, это люди, которые помогут нам с церковью. Давайте посмотрим, что мы имеем. Слушай, а с картами что делали? С картами мы сделали здесь музыку. И поэтому карты, ну вот сейчас в таком состоянии, ну работки проводились, нагревали, что-то вышкуривали. Поэтому их нужно обтягивать тоже. На самом деле здесь очень много косяков. Смотри, ещё основное у нас здесь сзади стоят талоночки. Которые тоже нужно обшить. Ну то есть... Так, Даня, какая задача по данному автомобилю? Что необходимо сделать? Здесь необходимо сделать... Какой срок самый главный? Какие проживания? Смотри, срок это уже, я думаю, зависит от вас. Работы здесь много. Действительно, брать не буду. Потому что та же самая музыка, которую мы установили, это дополнительный объём работы. Это перетягивать все карты. Это делать обшивку вот этого вот короба под динамики. Это, ну, по-хорошему, конечно же, перешить сиденья, перешить центральную консоль. Что ещё? Потолок, не знаю, во-первых, какое усмотрение уже, что с ним лучше сделать. Да и, в принципе, сроки, да и в целом. Да, понял. Давай тогда посмотрим, что в салоне. Итак, салон данного автомобиля в заводском исполнении. Как правило, на заводе не особо сильно стараются сделать салоны автомобилей индивидуальными. Поэтому мы здесь будем придумывать свой дизайн и согласовывать более интересные, дорогие материалы. Мы перетянем здесь потолок, перетянем сиденье. Соответственно, перетянем дурные панели. Но прежде чем это перетягивать, их необходимо будет подготовить. В данном автомобиле у нас имеется также аудиокорп, который имеет сложную форму. Поэтому мы будем снимать лекало и перешивать его в эко-кожу. По сути, что такое перетяжка салона? Это не только перетяжка отдельных деталей, но это и решение таких вопросов, как обратить внимание, в каком состоянии дверные панели. То есть, все пластики. Все это ходит и скрипит. Мы будем перетягивать верхнюю часть подлокотника. Будем проводить в порядок пластик, также делать аквапринт и перешивать ручку. Центральная консоль данного автомобиля имеет изношенный вид, ее мы также будем переделывать. В таких случаях, как с данным автомобилем, я не рекомендую делать химчистку, потому что есть вероятность того, что потолочный материал может после химчистки отвалиться. Не вся химчистка одинаково полезна, скажем так. И в данном случае одно из наиболее оптимальных и эффективных решений – это перетяжка потолка. Во что будем перетягивать потолок, пока сказать не могу. Это будет или потолочная ткань оригинальная, или алькантара. Ну все, мы закончили разбирать зетку, и сейчас пойдем в цех пошива, чтобы выбирать дизайн для будущего салона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы находимся в пошивочном цеху, и будем обсуждать все моменты по дизайну салона Z. И нам это поможет Александр, который здесь главный и знает, что и как лучше. Так что давайте лучше спросим у него. Итак, Дань, как мы с тобой обсудили, дизайн данного салона автомобиля имеет скучный вид. И с завода. Что предлагаю я? У нас есть различные варианты по исполнению, и в данном случае я предлагаю использование на центральной части сидения вышивки нашей эксклюзивной, которую я тебе сейчас покажу. Итак, по дизайну, по отстрочкам и по моему видению, по данному салону, я предлагаю центральную часть сидения использовать с дизайнерской отстрочкой. Вариантов стало еще больше. Здесь на столе просто огромное количество, и теперь я точно не понимаю, что мне нравится, а что не нравится. Потому что смотрю, блин, ну некрасиво, а потом такой, черт, а это круто. И так вот примерно со всем, что я здесь вижу. Эх, сложно, сложно. Не знаю, давай вот на твой профессиональный взгляд. По дверной обшивке, по самой реализации. Здесь она, как ты правильно сказал, имеет такую большую площадь. Если мы ее чем-то перетянем, единым, это будет не очень интересно. Поэтому мы будем думать над технической реализацией, использованием рисунка от строчек на, соответственно, дверной карте. Возможно, она у нас пойдет, как я здесь уже нарисовал, то есть вот таким образом отсюда и пойдет вот туда вот. Именно не в угол, а, соответственно, я не знаю, как, чем показать, кинуть. Давай не будем, она нам еще нужна. Я тебе прислал фотографию того, как уже было сделано на заветке. Вот вы сейчас ее увидели, и мы решили, что это колхоз. Так делать нельзя. Там вроде прямая линия была, насколько я помню. Да, там были, вот то, что ты мне показывал, там были две прямые линии, то есть которые шли отсюда, то есть и до конца, и здесь так же. И здесь видны были соединения, склеивания, все как-то... Некрасиво, нельзя, да? Не то, что некрасиво, но как-то не очень. В итоге Аквапринт будет вот здесь, и я так понимаю, Аквапринт будет еще на центральной консоли, либо же вот здесь, да? Да. Вот у большинства автомобилей пластик в салоне, ну, не у новых, да и у новых бывает, в таком состоянии, что с ним уже, ну, ничего не сделаешь. В данном случае, да, ты правильно видишь, и то, что я тебе предложил, это сделать Аквапринт. Мы эти детали все подготовим, и, соответственно, сделаем Аквапринт. Какой? Ну, я думаю, что это будет карбон. Я думаю... Карбонус. Да. Приходит очередь последней деталя, о которой мы сейчас поговорим, это потолок, его мы утвердили, то, что будем сшить в Алькантару. Просто в обычный черный монотонный цвет, как я понимаю, да? Да. И вот, вот эти детальки, они же тоже должны быть, наверное, Аквапринт? Да, мы их или покрасим в черный цвет под цвет Алькантары, либо сделаем именно на них дополнительный Аквапринт под цвет, ну, под салон. Тут, я думаю, уже просто по месту, так скажем, будем разбираться. Мне нравится. Вот черная Алькантара, это круто. Да. На потолке. В принципе, вот и все. Мы закончили с обсуждениями того, что у нас будет по салону, какой дизайн и вот все прочие дела. Осталось только утвердить цвет и сказать сами, какие у нас будут нитки. Так что спасибо тебе огромное. Да. Приступаем к работе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так, когда мы сняли чехол с сидений, спинку и сидушку, открывается вот такая картина, где мы видим, в каком состоянии наполнитель, именно сидение. Зачастую эти наполнители необходимо восстанавливать. В данном случае у нас наполнитель в живом состоянии. Теперь мы распираем сам чехол для того, чтобы снять с лекала и приступить к прошиву данного салона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, я снова вам и сервисе спустя долгое время, даже не знаю, сколько прошло, и сейчас я наконец-то посмотрю на готовую работу, на готовые дверные карты. Я видел фотки, и это просто сок. И сейчас я хочу, чтобы вы увидели мои эмоции, пока я посмотрю на этот же блог. Короче, всё, я не могу больше ждать. Погнали смотреть на это. Ну что, я сейчас наконец-то увижу всё, что вы сделали. Саня, здорово! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты готов? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не хочу сейчас туда смотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, пока не смотрели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, что вы сделали? Мы сделали, ну, всё, всё сделали, всё, что было в плане, он немножко отошли, где-то улучшили, где-то упростили, чтобы дизайн был. Я видел фотки. Я... Я не хочу материться, просто хочу на это посмотреть. Пойдём покажешь? Пойдём. Чё, чё, чё? Можно, да, открыть глаза? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, х**, 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 х**. Руль был другой. Чтобы вы понимали, руль был круглый. А сейчас он не круглый. Что это за форма? Да, мы сделали здесь лёгкую анатомию, увеличили места под пальцы, чтобы было удобнее держать, срезали низ, здесь сделали небольшую анатомию. Так же, как помнишь, у тебя были жёлтые нитки, мы их везде поменяли на красные в стиль салона, перешили подушку, с рулём небольшие изменения произошли, но тем не менее. Он очень круто выглядит, просто безумно. Карта. Да, карты были в ужаснейшем состоянии, то есть в плане подготовки, в плане всего остального. Здесь мы использовали алькантару с перфорацией, строчку такую дизайнерскую, в стиле Bentley Continental GT, двойная нитка, строчка. Вот, здесь также использована такая же алькантара. Вот, далее, что у нас было и есть... А, плюс, весь пластик был в ужасном состоянии, мы его... А вот что вы с ним сделали? Мы его подготовили и покрасили. Он был весь поцарапанный, в сильных царапинах, то есть, ну, насколько возможно было восстановить пластик, восстановили. И так как всё равно занялись этой частью, которую мы не планировали, то есть не оговаривали, мы ещё перетянули внутренние кармашки, также в алькантару. Я вижу. Да. Что вы понимали, ребята запарились, и вот внутренний кармашек, который, ну, в жизни никто не увидит, они просто взяли и перетянули. И теперь, ну, это алькантара, и это приятно. Подход, чего сказать. Я перебью тебя ещё. Ребят, вы помните, какая была карта? Вот сейчас я вам покажу. Вот. И вот что стало сейчас. Это просто небо и земля. И я не думал, что будет такой крутой результат. То, что здесь появится алькантара с перфорацией, то, что будет строчка, как у Bentley Continental GT, я думал просто, ну, ну, там аквапринт какой-то, чуть-чуть кожи, но это всё настолько круто выглядит, я не могу. Я хочу материться, и всё, что из меня пока что лезет. Ребят, это волшебно. Серьёзно говорю. А я посмотрел только два элемента. Ещё сидухи, ещё стойки, ещё потолок. Я думаю, владелец не то что удивится, он не узнает свою машину. Да, так же, как ты помнишь, мы сделали, часть торпеды перетянули, это там, где приборка, вот, и это часть, где airbag, вот, с обозначением SRS airbag, с клише. Офигеть. Да, то есть торпеда теперь у нас тоже будет из этого второго. Также по нашим обсуждениям договоренностей мы делали потолок в Алькантару, солнцезащитные козырьки, окрас пластика и аквапринт. Везде, где это необходимо было. То есть не было смысла весь пластик переделывать в аквапринт, потому что это будет точно выглядеть по-цыгански. То есть, но там, где это надо, он будет выглядеть в тему и достойно. Вот, что еще сделали. По сидушкам мы обсуждали там, различные варианты по дизайну, но из-за конструктивных особенностей мы пришли к такому спортивному и такому более строгому виду, это где у нас центральная часть Алькантара и по бокам искусственная кожа автомобильная. Охренеть, а вот эта выпуклость вы ставите на этот этаж? Смотри, выпуклость. Обрати внимание, переднее сидение водительское и пассажирское оно отличается. На водительском на 350Z всегда есть вот такая штука, а на пассажирском ее нет. И сидения сидения по крою вообще разные. То есть нету, допустим, когда перетягиваешь обычное сидение, у тебя ты можешь шить один и тот же чехол и одеть его сюда. Да, здесь совершенно разные крои. Там водительское там побольше, здесь оно поменьше, то есть, ну, все, все другое. Вот, собственно, что еще? Ну, такие небольшие изменения стойки, стойки, которые у нас идут, вот здесь, они дальше будут, так как они у нас устают. Наверное, подробно, да. Вот так вот, устают. Вот так же у нас здесь будет аркантарно, вот так идет аркантарно, строчка, нитка, и все это будет уходить, переходить от торпеда. Это просто безумно круто, я даже не думал, что может быть такой результат. Вот, вот эти вот, казалось бы, мелочи, но как круто это смотрится, красный значок Nissan 350Z и все под аквапринт в карбон. У меня даже слов нет, я не знаю, что сказать. Это очень круто, это волшебно, и я честно говорю, я не ожидал такого результата. Как такое возможно? Господи, круто, очень круто. Саня, ты волшебник? Спасибо. Вы это видите? Это просто нечто. О, господи, как же это круто. Посмотрите на этот, хотел сказать, синий-красный Z. Я даже не думал, что ребята сделают именно так, именно такое, и, блин, это все вызывает просто бурю эмоций, я не представляю. Как бы, что Санек скажет на это? Сань, я понимаю, что тачку у нас очень долго, но пойми, здесь такой объем работ сделан, что ты не можешь не простить нас за это. Так, я предлагаю чем-то завершить это. Саня, ты должен знать героя в лицо. походу. Вот, вот все это, благодаря Санне, вот, вся эта красота, вот этот руль с измененной анатомией, он раньше был круглый, раньше был без поддержки для пальцев, а сейчас это все есть, и это нет ни на одной Z больше, ни в России, ни в мире. Это уникальная тачка, и, тем, она самая крутая. Плюс ко всему, она будет красной, и все это в сочетании, блин, как же это будет круто. Саня, спасибо тебе за такой объем работы, и это нечто. Мне больше нечего добавить. Короче, вскоре мы все это установим на тачку, вы это увидите, и я думаю, то, что у нас будет самая красивая Z в России. Больше вы не увидите такую ни в беде. Ну, по крайней мере, в России точно, а вот в мире, не знаю, может, еще и потягаемся с кем-нибудь. Короче, все очень круто, я безумно доволен, куча эмоций, не могу остановиться. Ладно, Саня, еще раз тебе огромное спасибо, это все охеренно все.